А вот и обещанный сюжет о праздновании дня ВДВ в Украине. Бывшие десантники раз в год достают свои знаменитые голубые береты и дают прикурить. Ведь, как известно, водка это враг, а десантник врага не боится. Люди сегодня стараются не попадаться на пути этих бравых компаний. И даже милиция отворачивается. Девять утра. Вот так отмечают те, кто сейчас служит. Это их первые прыжки. А так те, кто давно отслужил и с медалями на груди. Вот 50 грамм. Если это вопрос, нет. Если предложение, так точно. Вы что, хулигане? Какой-то бьем, как обычно кричат. Тут пьяные, афанцы собираются. Что вы пьяные? Ну вы выпили, разошлись. Говорят, этот день повод встретить тех, кого не видели годами. Нормальная, хорошая мужская дружба. Да? Это трудно. В Киеве по традиции бойцы войск дяди Васи собираются у памятника афганцам напротив Киева Печерской лавры. И вспоминают пророка Илью, покровителя десантников. Все красит мера. Ну, а безусловно, пьянка, то есть и гуляния безмерные не могут поощряться церковью. И, безусловно, святым небесным покровителем, которого они чтут. Ближе к полудню десантура перебралась в гидропарк. За пивом голубые береты ходят с троем. С бутылками в руках и сандалиями на ногах. Команда! Вы, друзья! Слава! Люди стараются не попадаться на пути разгоряченных мужчин в голубых беретах. Вот сотня десантников под присмотром двух милиционеров. За происходящим наблюдают стоя в сторонке. Не страшно? Нет, не страшно. Это наша работа. Это как-то визуально количество их превосходило. Ну, ничего. Будем как-то справляться. Десантники уже не те пошли, говорят военные постарше. С парашютом по полсотни раз не прыгали. И даже бутылку о голову толком не разобьют. Здравствуйте, ВДВ. ВДВ, я лично, я его жду больше, чем новый в очень день рождения. Негров и десантников бывших не бывает. Во многих городах, например, во Львове, в день ВДВ даже фонтаны выключили. Но только не в Киеве. 2 августа. Центр, столицы. А в фонтанах нет десантников. На главной площади страны удивительно спокойно. В России такое себе представить просто невозможно. В Москве устали запрещать дебоширить и купаться в десантуре в фонтанах. Бесполезно. Ну и, конечно же, драки, как всегда. Но только в северной столице. Молодой петербуржец решил устроить одиночную акцию протеста против ущемления прав секс-меньшинств в России. Голубые береты разъяснили парню, что он не прав, а его место дома. Туда его и проводил ОМОН. День ВДВ продолжается. Завтра будет статистика происшествий. И мы узнаем, как закончили праздновать десантники. Кирилл Ивсеев, Мария Глушко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...